Восточный Казахстан За вековую историю здесь собрали уникальные коллекции, которые ценят во всем мире. Ежегодно мы участвуем в разнообразных археологических экспедициях. И вот в этом году, в конце 2012 года до 2013 года, наша выставка по Берельским курганам, это сакский период, она была в Германии. Полгода стояла наша выставка в Германии. Более 200 экспонатов мы передавали в Германию. Аримпасы в переводе означают «грифы, стерегущие золото». Образ жизни саков и материальная культура очень близки к скифским. Ювелирные изделия выполнены в так называемом «зверином стиле». Он сложился в VII и VI веках до н.э. и получил распространение среди племен Сибири, Казахстана, Средней Азии и Восточной Европы. В основном это образы различных животных, которыми оформлялись предметы быта, одежда, посуда и оружие. Среди тысяч экспонатов музея есть поистине уникальные. Вот эти золотые серьги принадлежали знатной сакской женщине. А эти каменные столпы – вообще огромная редкость. Наиболее редкие артефакты сакского периода на территории Восточного Казахстана – это вот такие вот оленые камни. Называются они так, потому что зачастую на них были изображены именно олени или воины. В основном они расположены на территории Западной Монголии и Алтайского края Российской Федерации. В Восточно-Казахстанской области таких камней всего лишь несколько. Два из них находятся сейчас на территории Ускаменогорска. Если присмотреться повнимательнее к этой отесанной глыбе, то на ней можно заметить отпечатки воинского оружия. В эпоху саков окончательно происходит становление кочевого скотоводческого хозяйства. Об этом говорят наскальные русписи, найденные в Восточном Казахстане. Вообще, сакское общество к тому времени уже не было родоплеменным. Были цари и наследственные правители. Существовала военно-племенная аристократия. Покинувших этот мир военачальников и представителей знати хранились большими почестями. Над их могилами воздвигали огромные курганы. И во многом благодаря этому многие культурно-исторические памятники сохранились до нашего времени. Совсем недавно в Урджарском районе археологи сделали сенсационную находку. В одном из курганов, оказавшемся в зоне реконструкции автодороги, они отыскали каменный саркофаг со станками молодой женщины знатного происхождения. Экспедиция Института археологов имени Маргулана совместно с историками и студентами Семипалатинского и Павлодарского государственных университетов раскапывает древний курган под массивными гранитными плитами. На глубине почти двух метров нашла останки молодой женщины. Могила оказалась не разграбленной за долгие века. Древние строители этого каменного саркофага, они очень плотно подогнали плиты и щели, стыки, которые были между плитами, они замазали глиной. Это позволило создать определенную герметичность этой конструкции и более двух тысяч лет грунт фактически сюда не попадал. Эта информация открывает новую страницу в изучении костюма сахских племен, живших в 4-3 веке до нашей эры. Во время раскопок обнаружены керамические деревянные сосуды и кости жертвенного животного. Рядом со скелетом золотые серьги и каменный жертвенник – непременный атрибут женских захоронений того времени. Наибольшую ценность, говорят археологи, представляет остроконечный золотой головной убор. Подобные головные уборы, предполагается, являлись принадлежностью парадного костюма сахских вождей. Погребенная могла являться дочерью царя, возглавлявшего одно из племен сагов Тигра Хауда, известных как саки, носящие остроконечные шапки. Археологи предполагают, что такой же головной убор носила и Тамерис, ставшая впоследствии царицей-воительницей. Дальнейшее изучение находки будет продолжено реставраторами в специальной научно-исследовательской лаборатории. Каждый артефакт обследуют и затем реконструируют. Возможно, уже в скором времени костюм займет достойное место в казахстанских музеях. А это кадры десятилетней давности. Именно тогда открытие казахстанских археологов перевернуло новую страницу в истории нашей страны. В народе эту местность издревле называли «долиной кочующего золота». Как оказалось, неспроста. В ходе раскопок одного из больших курганов диаметром в 100 и высотой 8 метров, воздвигнутого над телом представителя царской династии Саков, ученые обнаружили частично разграбленные, но все же очень хорошо сохранившиеся артефакты. По сути, здесь нашли еще одного золотого человека. Впрочем, эта находка стала не только сенсацией для археологов, но и поводом для душевных переживаний местных жителей. Жители уверены, что после того, как вот из этого самого кургана в 2003 году археологи извлекли останки Сакского царя, которые покоились здесь несколько тысяч лет, на округу обрушились несчастья. Сначала было наводнение, затем засуха, а после всего этого в окрестных аулах и селах стали рождаться неполноценные дети. Аксакалы несколько лет добивались того, чтобы прах вернулся на место и его перезахоронили. После этого, уверены старейшины, все несчастья и напасти, как рукой снимет. В виде исключения Министерство культуры выдало разрешение на захоронение. Для ученых древние останки, погребенные больше 2700 лет назад, очень важны для изучения. Но мнение народа они тоже учитывают. Им здесь еще работать. Ведь в Челектинской долине осталось около ста неисследованных курганов, большинство из которых вполне вероятно могут скрывать еще ни одного золотого человека. Есть еще потенциал, потому что здесь курганы – это как бы Сакский герас, то есть священное место, где хоронили самых своих элитных, самых своих уважаемых людей. Сами археологи не верят в гнев природы и то, что из-за раскопок от природных катаклизмов страдают окрестности. У народа другое мнение. Нужно уважать не только свою историю, но и почтительно относиться к останкам предков, уверены общественники. Инициаторы повторного погребения хотят привлечь внимание к проблемам поиска и сохранения исторических артефактов, проливающих свет на нашу древнейшую историю. «История – это наше все. Кто не знает прошлого, тот не имеет будущего. Мы считаем, что нужно изучать и переосмыслять наше прошлое, но вместе с тем бережно относиться к курганам. Нужно не бросать их после раскопок на произвол судьбы и ветра, а превращать в музеи под открытым небом, чтобы люди воочию могли видеть, как жили наши предки». Помочь в этом готовы иностранные археологи. Ринато Сало из Италии изучает особенности конструкции погребальных холмов. «Курган постепенно будут приводить в его первоначальный вид. Сколько для этого потребуется времени – неизвестно. В селе Шеликты тем временем уже воздвигли памятник своему золотому человеку. Его торжественно открыли сразу после захоронения останков. И ученые, и жители, и представители общественности резюмируют, что углубленное изучение истории очень важно. Возможно, что в скором времени на территории региона будет сделана еще не одна сенсационная находка, что поможет нам еще лучше понять свою древнейшую историю». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова